Девочки, всем привет! Я решила начать это видео с объявлений. В общем, я решила что-то как-то вплотную заняться своим каналом. Вдруг как-то на меня снизошло какое-то страшное просто озарение. Поэтому я теперь буду выкладывать регулярное видео. Будет еженедельный влог раз в неделю. И также раз или два в неделю я еще не решила, как часто я буду выкладывать видео о еде, либо о том, как вот в кадре я вам что-то вещаю, как, например, сегодня. У меня накопилось огромное количество от вас с тем, запросов и так далее, которые я буду исполнять и, в общем, как-то все это дело снимать. Сегодня я исполняю самый простой для меня запрос, который мне легко снять. Это покупки. Вы меня просили, поэтому я вам покажу. Здесь будет немножко косметических покупок, пару вещей, 4 лака и дальше 1 одежда. Вот. Начнем давайте с такой вот штуки. Я купила воду, розовую воду. У меня вот такой вот бренд. Я не знаю, как она вам там сфокусируется или нет вообще, как там что. Но надеюсь, что что-то сфокусировалось. Это гидролат роза, что считается самое лучшее, что только может быть. Он в темном стекле. Собственно, так правильно его хранить. Честно говоря, его я покупала в Nature's Emporium в New Market. Стоил он 17 долларов плюс налог. Достаточно дорого. Но я решила взять. Потом буду брать какие-то более дешевые варианты в пластике и просто переливать в эту баночку. Как учила нас Ирана Владе. Дальше в этом месте я прикупила себе 4 лака. И хотя я очень хочу перейти на лаки Зоя, не могу их найти, заказывать из интернета я их не хочу. То есть, как я знаю, где их найти, но для этого надо ехать в Торонто, бла-бла-бла, целая история. Поэтому, в общем, 3 лака от Essie и 1 лак от... Давайте с него и начнем. От Sally Hanson Complete Salon Manicure. Все просто. У меня в оттенке 340 Sweet Toker. По-моему, его Лиза О'НР рекомендовала. Поэтому я его взяла. Ну, я взяла, точнее, потому что я искала такой цвет, потому что мой предыдущий такой цвет уже закончился. И я в этом взяла этот классный лак. Он у меня мелькал во влогах. И дальше у меня здесь, по-моему, 2 лака из весенней, летней коллекции или из весенней коллекции от Essie. Сейчас я вам их покажу. Этот оттенок 1141 Bikini Wooden Martini. Я напишу под видео. А этот Sequence Stash 1150. Вот такие вот оттенки. Они достаточно неброские, но при этом красивые. Ну, на мой взгляд, красивые. И один оттенок это обычный их Cute As A Button. Вот он такой вот. Розовенький, весенний, летний, приятный. Собственно, поэтому я его взяла. Из косметики это все. Давайте начнем с вами с одежды. Что-то тут как-то я понакупила себе в этом месяце. Потому что многое у меня порвалось, израсходовалось. Ну, первое, что, надеюсь, меня не видно в тех видео, в тех домах. Первое, что я себе купила, это вот такую вот безрукавку. Что-то я уже ее заляпала. Дети. Вот Ральф Лорен, я не знаю, как вам ее видно. Она из пуха. Здесь пух. Но она безумно как бы тоненькая, но при этом очень хорошо греет. Ее можно здесь затянуть. Можно сделать как угодно. Длины здесь есть кармашки тоже. Ну, в таком ярком красном цвете я подумала, что бы не взять. У меня есть безрукавка достаточно тонкая от Tommy Hilfiger. Но я хотела себе именно теплую. На самом деле, мне кажется, в Канаде без безрукавки делать вообще нечего. Потому что это очень удобно. Это очень легко. И одел на себя и пошел. При этом это очень тепло. Вот такая вот безрукавочка. Ой, сейчас куда бы ее кинуть. Вот. Дальше. Давайте я вам, знаете, что сразу покажу вот эту вещь. Пойдем сначала по верхней одежде. Я... Это не покупка. Это на самом деле я привезла из Москвы. Зимой это мой такой вот... Если у меня будут фотки, я потом вставлю вам фотки. Как я выгляжу в этих нарядах. Ну, не знаю. Будут ли они, будут. Что-то как-то у меня заляпался уже, по-моему. Надо пройтись таким ершиком. В общем, это такой бархатный пиджак от H&M. Этому пиджаку, ну, я вам точно могу сказать, лет 15. Он 15 лет, ему точно есть. Может быть, лет 14. Я его покупала в H&M в Берлине, когда еще он только-только вот открылся. И был безумно пафосным вообще магазином. Во всяком случае, для тех, кто приезжал из России, у кого вообще этих очиндамов еще даже не было. Никих Низар, ничего. Он идет с такой строчкой. Повсюду вам ее вряд ли видно. Он, знаете, в стиле, как это называется, смокинга, да? С таким вот хлястиком. То есть он немножко идет здесь удлиненный. Я не знаю, видно вам или нет. Такой вот здесь вот удлиненный. Я вам покажу. Честно говоря, он у меня на видео, по-моему, тоже мелькал. И мелькал в Инстаграме тоже. Я потом покажу, как он смотрится. Классная вещь. Я очень его люблю. Сейчас очень часто его ношу. Дальше вещь, которая была на мне в последнем влоге. Это такая курточка из Зары на лето. Тоже, в общем-то, с такой небольшой баской сзади. Единственное, что накрепится, это вот на вот этот вот замочек здесь. А дальше просто вот так вот не спадает. Он еще был в бежевом цвете. Но бежевый цвет, видимо, все расхватали. Он был только, по-моему, в Скарборо. Но кто из сторон это знает. Поэтому как бы совсем, в общем, не по пути. И взяла очень довольна. Потому что он из очень приятной ткани. Это, по-моему, из стопроцентных лобок или что-то такое. Но в любом случае ткань очень приятная. И я думаю, что носиться будет долго. Если честно, это вискоза. Вискоза. Если честно, то у меня вообще вещи из Зары носятся долго и хорошо. Я вообще люблю Зару. Такой вот синий цвет, он прям подходит отлично под мои брюки. То есть, они такой практически тотал лук получается. Дальше. Я вам уже говорю, что я стала страшной фанаткой белых футболок. Давайте я вам покажу в том числе вот эти вот. Я вам просто покажу несколько. У меня есть вот такая вот из ФРЭО 21. Как вы видите, с таким V-образным глубоким вырезом. Очень ее люблю. Очень так. Все прекрасно подчеркивает, если вы понимаете, о чем я. Дальше вот такая вот из H&M. Просто. Без рукавов. С каким-то пологим вырезом. Тоже очень выгодно смотрится. Хорошо подчеркивает грудь. Вот. Это все просто хлопок. Это хлопок. И тоже вот такая с V-образным вырезом. По-моему, это тоже до H&M. Стопроцентный все хлопок. Я думаю, что все вот эти три футболки, это мне на самом деле на один сезон, потому что они убьются очень быстро, потому что они из хлопка. Но у меня есть футболки из вискозы. Из стопроцентной вискозы. Я их, честно говоря, взяла в трех цветах. Вот эта вот белая. Я ее обожаю. Она безумно приятная. По-моему, это вискоза. Дайте я проверю. Уже не помню. Я все отрезала. По-моему, это вискоза. Либо вискоза с хлопком. Как видите, я не знаю, видно вам на видео или нет. Она имеет такой сатиновый отблеск. Знаете, такой слегка шелковистый. Очень она приятная на теле. Очень она приятна в носке. Я брала свой размер М, как всегда. Но на самом деле можно было взять и меньше. То есть мне было хорошо и С. Но мне сказали, что она может сесть после стирки. У меня, правда, не села. Вот. Вот этот вот, знаете, немножко легкомысленный кармашек. Добавлять какой-то такой, не знаю, простоты образу. Но при этом все равно за счет того, что это бедный цвет, она, конечно, выигрышно смотрится просто совсем. И, честно говоря, я их взяла еще в двух цветах. Такую вот темно-синюю и вот такую вот пыльная роза. Я не знаю, что это за цвет. В общем, они у меня в трех цветах. Постоянно их наше. Мне кажется, очень удачные цвета. Это H&M. Так что они там еще есть. Их там полно. Так что, кому интересно, можете тоже сходить и посмотреть. Дальше давайте закончим с H&M. Также в H&M, это, знаете, была такая коллекция летняя, лимитка. H&M, H&M. Я взяла вот такую кофточку. В таком, каком-то мне показалось, с африканскими какими-то мотивами. Вообще, в идеале она носится вот так вот, то есть вот без плеч. Я постараюсь потом вам сфотографировать, как это все будет выглядеть. Ну, мне показалось классно. Чего? Ну, как бы веселенькие цвета должны быть хорошо. Это тоже, по-моему, хлопок с вискозой. Ну, должно быть хорошо, я думаю, на лето. Дальше я взяла в H&M на скидке, что это за состав у нас? Вискоза и хлопок. Вот такой вот кардиган. Я вообще искала себе кардиган с такими, знаете, удлиненными, не спадающими полами. Полами. Вот эти вот, как это место называется? Короче, такого стиля я себе искала именно кардиган. Достаточно теплый. У меня есть очень тонкий из Массима Дутти, но он слишком такой тоненький, именно летний. Я искала себе что-то такое весеннее-осеннее, поэтому взяла вот этот. Вот мне показалось. Я знаю, что эти мотивы уже, в общем-то, выходят из моды, мне кажется. Это все какой-то прошлый эффект. Но я все равно взяла, мне показалось ничего. В конце концов, это H&M. Ничего страшного. Вот. Он как бы черный, внутри он белый. И он, конечно, классно смотрится. Особенно с белыми, синими вот этими всеми моими майками. Ну, прям супер. И он такой достаточно теплый. Ну, вот то, что мне надо. На такой, знаете, непонятную погоду. То ли холодно, то ли тепло. Дальше. Зара. В Заре я себе везла вот такую вот рубашку. В красно-синих тонах. Так, по-моему, давайте посмотрим, что у него за состав тоже. Ничего, я уже сама не помню, конечно, уже. Модаль. Не знаю, что это такое. Точнее, я когда-то читала, что такое, сейчас не помню. Наверное, какой-то хлопок. В общем, очень она приятная. Цвет, как видите, тоже мне хорошо. Я, наверное, все-таки потом сделаю фотки вам и вставлю в конце видео, как я в чем смотрюсь или еще как-то. Вот. Я ее ношу с белыми рубашками, с белыми футболками. Так отдельно я ее не ношу, исключительно с белыми футболками. Сверху, так знаете, как она распахнет. Мне кажется, что выглядит классно и очень ярко, потому что яркие цвета такие. И последняя вещь, такая полу на выход, полу, не знаю, по поводу одеть. Это вот такая вот из вискозы стопроцентной, из ГЭП. Такая блузка с длинным рукавом. Я хочу ей заменить вот здесь вот пуговички. Они обычные, синие. Я хочу сделать какие-то поинтересные. Может быть, не знаю, золотые, серебряные. Не знаю, может быть, какие-то синие. Может быть, не знаю. Это длинный рукав. Она такая полупрозрачная, удлиненная. Плюс у нее сильно удлиненный зад. То есть она вообще достаточно сильно длинная. Она не худит. Но очень, знаете, так вот строго-дорого смотрится. Постараюсь вам показать, как она выглядит, чтобы все-таки было более-менее наглядно понятно, что же она из себя представляет. Последние я забыла вам показать. Туфли, которые, честно говоря, я уже купила еще в России, но я вам их не показывала. В общем, я не показывала покупки из России. Но так как сейчас все равно буду их носить, решила вам показать. Вот такие вот туфли от Хёгель. Я их покупала себе на день рождения. В итоге носить их буду все время. Это замша. Здесь сделана вот такая вот, как вы видите, я не знаю, строчка, как будто бы молния. Она, конечно, не закрывается. Она идет по всему ботиночку. И вот такой вот красивый каблук, который, как вам видно, знаете, он так вот, как будто бы немножко внешний. Кажется, каблук сантиметров 8. Очень красивые туфли. С таким вот мыском. Весьма и весьма не длинным, при этом закругленным, не слишком острым, не слишком круглым. Идеальным, на мой вкус. И вообще-таки идеальные мои черные туфли. Вы знаете, что черный цвет я не очень люблю. Но все-таки черные туфли должны быть в гардеробе приличной женщины. У меня не было. Вот теперь они у меня есть. И дальше на видео вы посмотрите, как они на мне смотрятся. Ну и вообще напишите, что вы на эту тему думаете. Всем большое спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok